13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает ректор Вятского государственного университета Валентин Погач. Валентин Николаевич, добрый день. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего. И, кроме того, прошёл мониторинг трудоустройства выпускников вузов за 2015 год, частично за 2016 год. Эти сведения публикует Министерство образования и науки Российской Федерации. Мы открываем официальные странички и не видим нашего вуза. Возникает сразу вопрос, что происходит. Выпускники не трудоустраиваются, вы сведения не подаёте. Очень хороший вопрос, Светлана. Ситуация следующая, что несколько лет назад Министерство образования и науки организовала новую систему мониторинга и анализа трудоустройства выпускников всех российских вузов, государственных и негосударственных. Притом, если до этого Минобор собирал данные от самих высших учебных заведений, ну и это приводило к тому, что вузы старались всячески приукрашивать эту отчётность. То есть, что хотели, то и посылали. Ну, у кого больше смелости и хулиганства было в этом плане, так-то за такие вещи наказывают. И при проверке это может вскрыться и выяснится. Мы-то всегда объективные данные посылали. И несколько лет назад Минобор изменил эту практику и стал запрашивать данные о трудоустройстве выпускников не у вузов, а у Пенсионного фонда России. Потому что все выпускники последних трёх лет, они рано или поздно устраиваются на работу, а если они устроились официально на белую легальную зарплату, то, соответственно, работодатели начинают выплачивать отчисления в Пенсионный фонд и подавать данные на конкретных физических лиц. И, соответственно, это очень легко отследить через федеральную базу данных всех работающих сотрудников, если сравнить списки выпускников с теми, по кому делаются отчисления. В прошлом году до объединения двух университетов, от Политеха и Гуманитарного университета, эти данные были известны. У Политеха был процент трудоустройства один из самых высоких в стране, более 94%. Вы как-то входили в десятку? Мы входили в десятку лучших вузов страны. Гуманитарного университета было пониже, там в районе 85%, но тоже относительно неплохо и гораздо лучше общеокружных в Привозском федеральном округе показателей. В этом году мониторинг точно так же проводился по итогам выпуска прошлого года, 16-го. Но у Минобра при подсчете данных нашего объединенного университета возникли сложности, потому что выпуск в прошлом году, в 16-м году, был раздельный, а сейчас мы данные уже подали, ну, объединенные по двум вузам. В результате там расчеты оказались более сложные, и поэтому пока по нашему университету висит в электронной базе данных отметка, что материалы продолжают обрабатываться. Но у вас какие прогнозы? Прогнозы у меня самые радужные. Мы, собственно, и когда сами подавали данные, когда Минобраст стал считать наши данные совпали, у нас достаточно высокий уровень трудоустройства. Притом, если в прошлые годы анализ делался в общей массе, без раздела на конкретные специальности, то в этом году мониторинг будет еще в разрезе по специальностям, и, соответственно, у нас будет еще более глубокая основа для хорошего анализа. Мы и так знаем хорошо, что наилучше трудоустраивается, практически 100% процент трудоустройства идет по инженерным направлениям подготовки, потому что за ними очередь стоит у работодателей, и чуть поменьше процент трудоустройства у экономических и других гуманитарных направлений подготовки. Но в целом достаточно высокий, учитывая, что спрос на рынке труда на качественных специалистов только увеличивается в последние годы, поэтому я спокойно жду опубликования этих данных. Да, будет любопытно посмотреть на данные, потому что министерство, кроме того, публикует, кроме процента трудоустройства, которые, кстати говоря, даже у самых передовых вузок, то десятки ниже той, которую вы назвали. Цифры, да. Ведущие вузы страны, они хвастаются цифрами 75, 80, 85. Да, 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 совершенно верно. А вы говорите 95 и 85 соответственно были, то есть вы вообще в топе должны быть, если это так. Но кроме того, еще выкладывается и средняя зарплата выпускника, который пришел на работу в месяц. Это тоже было интересно узнать, что у нас и с инженерными специальностями. Притом, в этом году Минобор еще будет считать в разделе выпускники трудоустройства в разрезе, кто остался работать в своем регионе и сколько осталось из выпускников прошлых лет, сколько уехало в Москву или в другие регионы. А зачем? Ну, для того, чтобы посмотреть, насколько, во-первых, смотрите, отъезд выпускников и успешно трудоустройство, с одной стороны, это показатель качества подготовки вуза. То есть чем дальше они уезжают и больше зарабатывают, тем это говорит о том, что они востребованы не в нашем болоте, грубо говоря, а во всем мире и в стране. Более конкурентоспособность среди, с одной стороны. С другой стороны, это тревожная и негативная тенденция. И если цифры оттока уже специалистов подготовленных, которые могут и должны, по идее, работать на свою родную землю, на свою экономику, если они в большом количестве уезжают, то это уже повод тревожно задуматься для региональных и муниципальных властей, а что является причиной для такого значительного оттока и что необходимо сделать для того, чтобы удержать самых лучших в большем количестве. А вот здесь есть такая опасность, Валентин Николаевич, как со школами сейчас, где осуществляется новый рейтинг и ранжирование школ, в том числе учитывает, поступают ли в местные вузы или уезжают все-таки. Вы знаете, вот этот новый рейтинг, новые показатели для школ, для директоров школ, я себя бью в грудь на предмет того, что несколько лет подряд я бил в набат и подымал эту проблему перед региональными властями. Я очень благодарен нашему правительству Кировской области, то, что они наконец-то услышали и включили этот показатель в оценку деятельности школ. И теперь для руководства школ кировских является важным вопросом, с них спрашивают региональные министерства образования, а сколько детей поступило в кировские вузы, а сколько уехало вообще далеко. Потому что раньше была просто откровенная пропаганда со стороны школ, что если вы хорошие, если вы успешны, если вы хорошо закончили с хорошими оценками ЕГЭ, значит, вам нужно уезжать как можно дальше. И эта пропаганда была просто избыточная. Через сюда, конечно, какие-то талантливые дети должны уезжать, и у них свобода, это гарантированно конституцией, законам образования, получать образование не им удобно. Но при прочих равных есть абсолютно много аргументов, мы много раз с вами обсуждали в эфире, в том числе, почему можно и нужно делать карьеру в Кировской области. Потому что специалистов, вы знаете прекрасно, что во всех органах власти, в корпоративном секторе, в бизнесе, на предприятиях есть очень большой спрос на качественных, квалифицированных специалистов. И да, конечно, нашим кировским организациям сложнее конкурировать зарплатой с крупными промышленными центрами, со столицами по различным формам материальной стимуляции. Но при этом можно сделать успешную карьеру в Кирове и сделать свой доход и свою успешность достаточно на высоком уровне. Понятна ваша позиция, Валентин Николаевич. Я хочу привести позицию заместителя директора Кировской экономики правового лицея, идеолога этого лицея Александра Пановарева, который тоже высказывается по поводу вот этого нового рейтинга. И он говорит о том, что порядка 70% выпускников таких инновационных школ, как КЭПЛ, ФИЗМАТ, ЛИЦЕЙ, КЛЁН и ВГГ поступают в крупнейшие вузы страны. И, собственно говоря, они на это тоже ориентированы. И если по итогам года в наши вузы, в Кировске, поступает 20 КЭПЛовцев, а из другой психопроизводительной школы 25, это же не означает, что та школа работает лучше, чем мы. С водой выплескивать ребенка ни в коем случае нельзя. Это первый постулат, который я хотела бы, чтобы вы озвучили до перерыва, буквально одну минуту, не сильно углубляя стену. А второй, а разве имеет право власти каким-то образом заставлять и регулировать этот процесс, навязывать учителям обязанность пропагандировать не уезд в другой вуз, а обязанность поступления в местный? — Смотрите, я бы с руководителями наших так называемых элитных нескольких школ… — Почему так называемых? — Это сарказм сейчас был? — Ну, они так себя называют. А сарказм в той части, что они делают? Они в старшей школе снимают пенки со всех школ Кировской области, самых лучших учеников, забирают к себе на последние старшие классы. — Все школы так поступают, от которых… — Все вот эти элитные, они делают отбор. — А это на основании чего? — Я знаю, на основании той сложившейся практики, они всячески приглашают самых лучше всего подготовленных школьников к себе, снимают сливки и после этого начинают… — И на этом делают рейтинг. — На этом делают свой рейтинг, на этом они начинают хорошие статистические данные показывать. Но в целом, за последние десятилетия сложилась практика, что они работают как насос, они собирают эти сливки, доучивают их достаточно хорошо и абсолютно жестко ориентируют, что вы должны, раз вы такие прекрасные, они между собой меряются и соревнуются, у кого больше поступило в МГУ, вышку, плешку и так далее. С точки зрения судьбы конкретного ребенка, может быть, это и хорошо. С точки зрения интересов экономики региона, это не очень хорошо. — То есть мы должны думать, прежде всего, об экономике региона, а не о каждом индивидууме? — Ну да, мы должны искать разумный компромисс между интересами конкретного ребенка, его судьбы и интересами нашего региона. — Мы же живем здесь, и мы заинтересованы, чтобы здесь у нас работали самые лучшие специалисты, самые лучшие управленцы, чтобы они принимали качественные решения. — То есть они приезжают, возвращаясь, отучившись в хороших заведениях, которые не только в нашем регионе находятся? — Конечно, в идеале так хорошо бы, но в реальной жизни те, кто уехал, в большинстве своем случаях статистику надо смотреть и анализировать, инкетировать. — То есть мы наденем на них наручники и прицепим к нашим вузам только для того, чтобы показать все, что не оставляют. — Но, посмотрите, вузы уже делают кировские качественным образованием и достаточно конкурентоспособным с столичными вузами. Мы делаем много для того, чтобы часть детей, и дети выбирают. Я хочу сказать, вот приемная кампания этого года только началась, еще там цифр не сильно много, чтобы анализировать. Мы попозже должны поговорить, через пару недель. Но уже я обратил внимание, что стабальники и медалисты в гораздо большем количестве, чем прошлые годы, к нам пришли в этом году. — Сейчас приемлемо буквально на одну минуту. Продолжим особое мнение с Валентином Пугачем, ректором Вятского государственного университета. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Валентин Пугач, ректор Вятского государственного университета. Застряли мы на теме «Уезжать или не уезжать из Кирова» и каким образом привязывать или не привязывать детей к этому региону. Я думаю, что эта тема, конечно, требует отдельной дискуссии в рамках другой программы. Давайте ответим на вопрос, который мы поставили в одной из программ дневного разворота, где были приглашены студенты вашего ВУЗа, приехавшие с форума Иволга. Это был пятый фестиваль, на котором хорошо выступила делегация ВУЗа и перевезла оттуда пять грантов. Значит, пять грантов за свои проекты, за свои изобретения, судьбу которых мы в дальнейшем и не поняли. Сдался следующий вопрос. Когда будет приобретено, запатентировано эти изобретения, кто будет, собственно, получать деньги? ВУЗ или будут получать деньги изобретатели, и в том числе студенты? Как вообще складывается такая практика? Ребята не знали. Мы хотим, чтобы вы пояснили. Хорошо. Если речь идет о деньгах, которые ребята получили в качестве грантов за конкретные проекты, которые они представили на форуме окружном, то эти деньги они получили или получат, я точно сейчас в ближайшие в эти дни точно не знаю, но эти деньги будут в их распоряжении каких физических лиц. Если речь идет о патентах, которые, в принципе, можно и нужно создавать в процессе учебы в ВУЗе и занятия в том числе научной деятельности, то там ситуация заключается в следующем. Что в университете, на каждом факультете созданы научные сообщества, где студенты вместе с преподавателями занимаются научной работой. достаточно часто это приводит к возможности оформить научные достижения в виде патента, ноу-хау или других форм оформления интеллектуальной собственности. Соответственно, а дальше происходит следующее, что студенты и преподаватели... Ну, кстати, патентование достаточно сложный и муторный, и кропотливый, и трудоемкий процесс, который требует знания специфики этого процесса и так далее. Для того, чтобы облегчить эту процедуру, в университете создана специальная патентная служба, которая там работает прежде всего на студентов и своих сотрудников, но также мы оказываем консультации и помощь для любых изобретателей, ученых и людей, которые занимаются изобретательством нашего города и области. Можно прийти в патентный центр ВИАГГУ, и там мы поможем это сделать. А дальше ситуация может развиваться по-разному. Если эти научные разработки сделаны в основном силами коллектива, конкретной кафедры, факультета, силами преподавателей и на средства университета, то чаще всего происходит оформление патента на университет. Если по мнению патентного бюро и соответствующей службы в университете легко доказываемый факт индивидуальной достижения индивидуальной работы, то патент может оформляться в каких-то долях. Часть этого патента может принадлежать университету, часть как физическим лицам сотрудникам университета. Бывают случаи, когда патенты оформляются студентами и сотрудниками чисто на себя, и они являются владельцами этих патентов. Дальше судьба этих патентов, она различна, потому что запатентовать все, что можно угодно. Другой вопрос, будет ли этот патент и это изобретение, ноу-хау востребовано рынком. В одних случаях это может пылиться долгие годы на полках электронных патентного списка и никому это будет неинтересно. То есть это свободный доступ, где можно зайти и посмотреть, какие существуют. В других случаях на конкретное изобретение патент возникает спрос и появляется желающая купить эту технологию. Либо просто патент, либо совместно с разработчиками, университетом, либо конкретными изобретателями организовать работу по выпуску продукции на основании этой технологии, этого патента. И в зависимости от того, кому он принадлежит, доход, патентный доход от разовой продажи, либо от использования этого патента будет причитаться либо университету, либо конкретным физическим лицам. Вот я смотрю, одна из уникальных разработок, которые проводят Ваш университет и его студенты, это технология очистки гармонических стоков, пюрдроп. Я знаю, что заключены, было озвучено, что заключены даже некоторые предварительные контракты не на поставку, но на экспериментальную работу, использование. Во сути, это такой следующий шаг, естественно, в очистке, в улучшении экологической ситуации, безусловно. Да, мы об этом говорили на экологическом форуме, в наш год экологии в этом году. Заинтересованы ли предприятия? Очень заинтересованы, потому что на многих кировских машиностроительных, металлургических... Им это надо вообще? Это дорого ведь, наверное. Смотрите, там ситуация следующая, что гальваническое производство, гальваника, очень экологически грязный... Это опасный вообще? Это опасный технологический процесс. Там вредные выбросы, которые воздействуют и на работников, и на окружающую среду. Гальваника там связана с использованием очень... На всех нас, потому что земля, растений, и так далее. Соответственно, в стране принимаются все более жесткие экологические нормы и требования, и это приводит к рискам, а иногда и к уже непосредственным штрафам, которые накладываются различными контролирующими надзорными органами на конкретные предприятия. Для того, чтобы эти риски снизить, мы предложили предприятиям, разослали предложение, что мы предлагаем провести аудит, экспертизу, консультацию, и по результатам которых для каждого предприятия, у которого есть такие виды технологических процессов, разработать целый комплекс мер. Вот эта работа идет полным ходом, у нас есть несколько предприятий, которые активно заинтересованы в этом, и на основании этих работ мы интересны на ухау, идеи и разработки технологических решений. Мы их заодно и патентуем. В результате мы рассчитываем, что в течение ближайших несколько лет количество вредного экологического воздействия резко снизится, и это выгодно предприятиям, потому что эти риски, штрафы, наказания, и угроз, и различных ЧП, и проблем, они резко снизятся, поэтому в это нужно вкладываться. И те, кто смотрит немножко вперед, и предприятия это понимают, им выгодно, они понимают, что если им сейчас вложить и сделать реконструкцию своего процесса по уменьшению вредного воздействия стоков... А вот чтобы здесь правительству, как в случае с невыпуском выпускников в иногородние вузы, взять и жесткую позицию занять по отношению к нашим предприятиям, и навязать им вот такую вещь, как обязательное приобретение... Нет, но это уже не законно. Это нарушение антимонопольного законодательства и так далее. Да, здесь есть антимонопольное законодательство, оно работает. Это особое мнение Валентина Пугача, ректора Вятского государственного университета. Следующий вопрос, который так или иначе, может быть, даже с первой все-таки перекликается, это итоги сдачи ЕГЭ в Кировской области. Мы его включили с вашей подачи и обсудили до начала эфира. Вам есть что здесь сказать? Я когда смотрю на итоги, они, кстати говоря, полные, практически от 5 июля были опубликованы в свободном доступе на сайте правительства. Они выложены на сайте, да. От 5 июля буквально. Вроде как смотришь, в первом приближении неплохо все? Ну, вот смотрите, как неплохо. Я смотрю внимательно по итогам успешно сдавших ЕГЭ в этом году и сравниваю это с прошлым годом. Притом, что такое успешно? Это, во-первых, мы смотрим средний балл по конкретному предмету, русский язык, математика, физика и так далее, все предметы, которые есть. И по ним половина предметов, выпускники сдали несколько лучше, чем в прошлый год. Ну, такие как география, история, математику на 0,9 сдали лучше, чем в прошлом году, физику на 2 балла лучше. А вот русский язык просел на 0,8 балла. Химия хуже стала, биология меньше стала, информатика. Ну, то есть, мы примерно в пределах статистической погрешности... Колеблимся. Колеблимся. Это по среднему баллу ЕГЭ. Но меня гораздо больше волнует другой критерий. Это количество успешных, успешно сдавших. Слово успешных означает выше нижнего плинтуса. Выше 80 баллов? Нет. А какой у нас нижний плинтус? Смотрите, у нас, как происходит сдача ЕГЭ. Сначала все выпускники сдают экзамены. Это государственная школа. После этого оборнадзор обрабатывает все результаты по каждому предмету и ежегодно устанавливает уникальную, плавающую из года в год планку, какое количество баллов, например, по математике, все, кто сдал выше 27 баллов, это считается 3 и выше оценка. Ну, если по 5-бальной шкале смотреть, значит, успешно. Кто сдал меньше 27 баллов, это значит, не прошел нижний порог, это 2. И значит, этот экзамен считается не сдан. И значит, с этим, у кого меньше 27 баллов, они не могут вообще поступить в высшеучебное заведение. То есть, кто не завалил экзамен? Кто не завалил экзамен, да. И, соответственно, я посмотрел с нашими коллегами, кто в этом году не сдал экзамены по всем предметам, в принципе, не сдал, не прошел испытания. И оказалось, что, например, по русскому языку, значит, не сдало, значит, по сравнению с прошлым годом на 4% больше, больше по математике на 2% больше, по физике на 8% больше не сдало. А раз они не сдали, они не смогут прийти в ВУЗы, не смогут дальше учиться, получать высшее образование. И мне кажется, это тревожная тенденция. Мне она не очень нравится. Я считаю, что это должно быть предметом обсуждения и глубокого анализа, рефлексии и принятия каких-то решений со стороны регионального министерства образования и науки. Это не повод для каких-то истерик, но анализировать ситуацию. Тем более, что эта ситуация накладывается, меньшее количество создавших успешно, на то, что наш университет, опорный университет ВИАНГУ, в этом году впервые единственный из всех кировских ВУЗов установил нижнюю планку приема документов на основании ЕГЭ чуть выше, чем это сделал ОБРНОЗОР. Министерство образования и науки нам рекомендовало несколько лет подряд это уже делать. И ведущие ВУЗы страны, МГУ, Вышка, Плешка и так далее, они это уже делают, Бауманка, несколько лет подряд. Мы решились на это только сейчас. Валентин Николаевич, нужно прерваться на две минуты буквально, а дальше вы поясните, почему вы это сделали все-таки в этом году, почему решились. Особое мнение Валентина Пугача, ректора Вятского государственного университета. В эфире наша радиостанция. У микрофона работает Светлана Занько. Мы прервались на том моменте, когда Валентин Николаевич сказал, что с этого года опорный ВУЗ повысил нижнюю планку по сданному баллу ЕГЭ для поступающих ВУЗ. Долго над этим думали, долго вам советовал Минобор, и тут вы решились. Почему? Несколько причин. Во-первых, мы давно обсуждали у себя в университете с коллегами на ученом совете, что необходимо рано или поздно начинать процесс все-таки ужесточения отбора, поступающего в наш университет, для того, чтобы из более качественных абитуриентов получались более качественные студенты и выпускники, и, соответственно, специалисты. И, соответственно, наша мечта, что мы, наконец-то, должны отсеивать. Отсев в любом случае происходит, вы же знаете, что количество бюджетных мест все равно на всех не хватает, и поэтому на бюджетные места попадают все-таки более лучшие отличники и хорошисты. Но по некоторым специальностям, где очень много бюджетных мест, иногда попадаются и трущики. Для платников у нас таких жестких ограничений не было, за исключением тех, которые установлены в оборнадзорах на федеральном уровне, таких ограничений не было. И мы в основном старались брать всех желающих. То сейчас у нас появилась возможность, мы считаем, и необходимость, и в оправданном разрядке для повышения качества подготовки установить нижний порог и его потихоньку повышать, для того, чтобы все-таки в высшие учебные заведения шли самые подготовленные выпускники школы. Вот все-таки это что такое? Это вы делаете для того, чтобы по уровню выпускаемых студентов подтягиваться к уровню ведущих вузов страны крупнейших? Во-первых, это один из критериев оценки вообще вузов. Министерство, проводя мониторинг эффективности вузов, оценивает в том числе, чем с более высоким баллом средним идут абитуриенты в конкретный вуз, из этих цифр делается вывод о том, что этот вуз лучше готовит, имеет лучшую репутацию, и к нему, соответственно, идут более подготовленные специалисты. Там, конечно, есть масса спорных моментов, насколько корректно считать экономистов и инженеров. Инженерные вузы или гуманитарные вузы, они имеют разные статистические данные по набору ЕГЭ у поступающих, но, тем не менее, динамика должна точно прослеживаться на повышении этого балла. А зачем он на платных-то факультетах? Нет ли здесь опасности, что вы в деньгах потеряете? Да, есть опасность, что мы потеряем. И мы примерно оцениваем, сколько десятков миллионов рублей мы потеряем. То есть уже закладываете? Конечно, конечно. Мы все просчитываем. Вот если мы, грубо говоря, резко поднимем эту планку на 10 баллов, то мы потеряем 50 миллионов рублей. Если мы поднимем на 2, 3, 4, 5 баллов по разным специальностям, то мы потеряем 10-12 миллионов рублей в небюджетных денег от платных студентов, от этих непринятых троечников. Но при этом, учитывая, у нас же нет отдельных групп бюджетных студентов и раздельных групп платных студентов. У нас бюджетники и внебюджетники учатся в одних группах. И, соответственно, вы знаете прекрасно, это и в школе известно, и на уровне высшего образования, что уровень должен быть примерно одинаковым, примерно близким, средним. Потому что если будут отличники-медалисты сидеть за одной партой с круглыми троечниками, то преподавателю гораздо сложнее с такой аудиторией, с такой группой выстроить оптимальный образовательный процесс и с ними говорить со всеми на одном языке. Поэтому мы... То есть им же придется усредниться, то есть отличникам куда-то спуститься. Ну, да, вот это усреднение, оно, конечно, происходит за счет естественного отбора и по итогам первых сессий самые совсем уж неспособные к учебе, они отчисляются по итогам сессий достаточно жестко. И, ну, что приходится, это практика во всем мире. Кто хочет учиться, тот учится. А все ли опорные вузы в этом году? Нет, не все. Это каждый вуз решает для себя самостоятельно, и мы для себя в этом году еще зимой, когда нужно по закону до 1 февраля разместить правила приема в наш конкретный университет, мы для себя до этого времени приняли такое решение, сдали приказ, и, соответственно, это было вывешено на сайте, все приказы добавили. Это касается ВИАТГУ, и у нас в студии ректор ВИАТСКОГО государственного университета Валентин Пугач. Мы продолжаем на особое мнение. Я хочу прежде всего попросить у вас прийти сюда с программой развития опорного вуза в дальнейшем в рамках программы «Дневной разворот», и в том числе и с подготовкой к новому учебному году. Договорились? Да, договорились. Отдельной программы, чтобы сориентировать поступающих, их родителей и остальных. Но вот что касается развития опорного вуза, один вопрос все-таки я должна вам задать. Это вопрос касается финансирования. Финансирование. Все ли наладилось, все ли деньги получает вуз, которые были опещены федеральным министерством? Потому что это же гарант выполнения программ, вот на которые мы подписывались. Это правильный вопрос. И действительно очень важно, что при объединении, при разработке программы развития министерства всем опорным университетам это помахало морковкой такой привлекательной в виде дополнительного финансирования. В прошлом году мы получили эти средства за прошлый год причитающиеся. Правда, они пришли только в ноябре, и у нас были сложности связанные с тем, что мы многие мероприятия реализовали в течение всего года за счет собственных средств. А в ноябре, когда эти деньги поступили, нам пришлось достаточно в цепнотном режиме проводить все конкурсные процедуры торгов по закупке оборудования, компьютерной техники. Вечная наша проблема. Да, соответственно, в этом году вот сейчас как раз наш руководитель финансового департамента, главный бухгалтер находится в Москве, и мы получили информацию, что деньги поступят раньше. Мы очень рассчитываем, что они поступят в июле, в августе, и мы сможем в более спокойном режиме их, что называется, освоить в соответствии с четким планом и сметой, и статьями расходов, которые предусмотрены. Но не факт. Да нет, я думаю, все будет хорошо. Уже в этом году есть информация, что... В полном объеме? Конечно. В полном объеме получим? Нет, мы их получим немножко секвестировать. Мы их получим больше всех, чем все опорные вузы страны. Это за счет чего? За счет того, что ВИАДГУ был признан одним из лучших, реализовавших программу развития по итогам 2016 года. Который поговорим отдельно, да? Да, соответственно, мы получим больше всех. Но меньше, чем мы рассчитывали, нам обещали, до 200 миллионов рублей, мы получим 120. А это серьезное сокращение? Это секвестр. Это секвестр. При том, что мы свои обязательства по софинансированию этих сетей и расходов должны выполнить в полном объеме. Ну, такие жесткие условия. Ну, ситуация в стране, кризис. То есть это затянуть пояса называется? Да, да. Соответственно, мы немножко... Да не немножко, тут серьезно. В два раза прописать. Нам пришлось... Вот вчера буквально я подписал программу коррекции, программы развития опорного университета. Там на 90 страниц у нас там расчеты всяческие, которые мы сделали на эту тему, по мероприятиям и по суммам. Ну, это стандартная жизнь. Рассчитываешь, просишь больше, получаешь чуть поменьше. Другие вузы получили и меньшие суммы. 80 и 60 миллионов рублей. Кто-то не получил совсем. Поговорим об этом подробнее. На какие программы пойдут эти деньги? Да, это отдельная тема разговора, о которой можно долго рассказывать. Ну, в основном, это, это, в двух словах, это закупка оборудования, это ремонтная работа, реконструкция. На них экономик придется? Или на них пойдут эти деньги? Нет, на них пойдут эти деньги. И мы, соответственно, то, что мы запланировали приобрести, там, несколько сотен компьютеров, учебное оборудование, лабораторное оборудование, все это будет приобретено. А резать что пришлось? Резать пришлось часть программ развития. То есть у нас во всем университете были сформированы такие коллективы, где они написали целый ряд интересных проектов, которые они в своих факультетах будут реализовывать. Часть этих проектов будет инвестировать. Но не все. Это очень обидно. Потому что это то, что стимулирует и мотивирует. Согласен. Ну и напоследок, следующая новость я хотела бы обсудить. В ВИАТГУ придумали тест на коррупционность. Его разработали на факультете педагогики и психологии. Специалисты создали комплекс методик, позволяющих скрыто диагностировать антикоррупционную устойчивость человека и выявить парадоксы поведения, характерные для потенциальных коррупционеров. Систему уже протестировали на лицах, осужденных за экономические преступления. И среди респондентов там выявились какие-то люди. Это почему заказы все было создано? Это инициатива наших специалистов. Это один из вот таких проектов творческих? Ну да, это один из проектов, которые десятки, которые реализуются на каждом факультете. И инженеры могут про свои рассказывать, химики про свои, биологи про свои. А вот педагоги и психологи, они вот этой темой занялись. У них есть интересные идеи, наработки. Они их проверили практическим путем на соответствующем контингенте. И, соответственно, работа в этом направлении будет видела. Учитывая, что в стране борьба с коррупцией находится под особым контролем в зоне особого внимания как и руководства страны, так и со стороны общества и СМИ, тема достаточно актуальна. Вот видите, вы должны не ясно переделать. Её можно монетизировать, такую тему? Вот этот тест продавать можно? Конечно. Я думаю, что когда мы доведём эту технологию до звона, до блеска, мы её красиво упакуем, что можно будет приобрести, грубо говоря, набор электронных каких-то тестов, систем, которые можно будет продавать органам власти, соответствующим структурам или бизнесу. и они уж там со своими сотрудниками пусть что хотят, то и делают. А на своих будете сотрудниками испытывать? Конечно, конечно. Сначала на себе. Вы будете первой, кто пройдёт такой тест? Да, в том числе и я. Ну а как же обязательно. А результат так сообщить, они открытые будут? Конечно. Отлично. Я в них уверен, что они будут положить, что тесты будут положить. Мы посмотрим. Ну жизнь покажет. Валентин Фугач, и его особое мнение... Там же речь идёт не о том, не о том, что человек 100% если у него какая-то есть предрасположенность. Но есть предрасположенность. Ну там, если, наверное, имеет смысл спросить об этом у разработчиков, насколько я понял из их объяснения, это речь идёт о совокупности таких сочетаний психологических характеристик. Что человек склонен к риску. Мы их пригласили. Недостаточно задумывается о последствиях своих решений, своих действий. Но вы-то не склонны к риску, Валентин Николаевич. Ой, рискуете. Рискую иногда, но при этом я думаю о последствиях и о ответственности, которые за этот риск может наступить. Отличная точка в особом мнении. Валентин Фугач, ректор Ревятского государственного университета, был в эфире нашей радиостанции. У микрофона работала Светлана Занько. Спасибо и до свидания. Спасибо.